Если продажа тяжёлых грузовиков по итогам прошлого года установили рекорд, то пользователи лёгкого Комтранса не спешили обновлять свои автопарки. Перешагнув в 90-тысячную отметку, рынок LCV показал лишь 20-процентный рост. Впрочем, с началом года ситуация начала улучшаться самыми серьёзными темпами. В январе спрос на «Газели», «Буханки» и «Атланты» вырос на внушительные 36%, а в феврале продажи подобной техники вообще подскочили на 63%. Статус лидера по объёму реализации лёгкой коммерческой техники уверенно удерживает марка «Газ». Доли этого бренда на рынке составляют 58%, а февральский результат — без малого 5000 переданных клиентам машин. Показатели других русских автозаводов заметно скромнее. Например, «Солерс», который мечтает навязать конкуренцию газовским моделям, отгрузил покупателям лишь около 700 автомобилей. Это вдвое меньше, чем смогли продать дилеры марки «УАЗ». Впрочем, с углублением локализации выпускаемых моделей дела «Солерса» должны пойти лучше. Поэтому компания начнёт штамповать кузовные детали для двух машин — «Атланта» и «Арго». На это группа получила почти 3,5 миллиарда рублей льготного займа. Предприятие готовится локализовать около 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей «Солерс». Кузовные компоненты из российской стали начнут штамповать во втором квартале следующего года на площадке некоего локального партнёра. При этом важно отметить, что автопроизводитель готовится применять новые марки стали, включая оцинкованные. Это, в свою очередь, поможет радикально повысить коррозионную стойкость автомобилей. В год планируется производить до 40 тысяч комплектов. Это значит, что годовой план продаж готовых машин находится на этой же отметке. И новость короткой строкой. В гамме «Солерса» «Арго» появилась длиннобазная версия. В новом исполнении бескапотный грузовичок удлинился на полметра. При этом диаметр разворота вырос на ту же величину, достигнув 12 метров. Кстати, «Арго» решено вывести на белорусский рынок. Там будет предлагаться полная гамма-модели. С бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами, включая новую длиннобазную модификацию. А вот старший «Атлант», то есть переименованный «Джак Санрей», нашим соседям продавать не планируют. Во всяком случае, пока. И разгадка тут проста, ведь «Санрей» уже доступны белорусам под маркой «МАЗ», а их крупной узловой сборкой занимается местный завод «Брестмаш».